Сегодня пробуем очень вкусный тропический фрукт, который почему-то обычно обходит стороной. Может быть из-за не очень привлекательного внешнего вида. Ламут в переводе с тайского означает древесный картофель. Это одно из названий этого фрукта. Другие названия – сападилу, чику или сапу. Но мне нравится называть ее сападила. Сападила лично мне напоминает какао-боб. А вам? Родиной этого фрукта принято считать Южную Америку. Но сейчас ее выращивают также в Таиланде, Индонезии, на Шри-Ланке и в Южной Мексике. Причем урожает нее круглый год. Сападилу выращивают не только ради вкусного урожая. Из нее также получают специальный латекс, из которого делают жвачки. Пссс, парень, сападилу ходишь? Сападила способна дозревать после сбора. И это хорошо. Благодаря этому она достаточно хорошо переносит транспортировку. И мы имеем возможность полакомиться ею прямо у себя дома, на диване. Сападила богата глюкозой, которая улучшает работоспособность мозга. Спелый фрукт будет сладок, как мед, финики или инжир, обещают эксперты. А вот твердая сападила совершенно невкусная. Но и это поправимо. Всего несколько дней в сухом, темном месте при комнатной температуре. И вот она уже готова быть съеденной. Что ж, я уже готова. Разрезаем пополам. Вот. Такая красота. Мякоть сочная, мягкая. По структуре очень напоминает хурму. Среди него такие черные косточки. Немного приплюснутые с одной стороны, а с другой стороны как крючок. Их лучше убрать подальше. Если случайно глотнуть, она может подъединить вам горло. Будьте осторожны. Сладкая. Вкус. Она реально сладкая. Но не приторно, как везде пишут, но сладкая. Вкус напоминает немножко по консистенции грушу. С таким немного черносливовым послевкусием. Как по мне, сападила это натуральный заменитель пирожек. Так что ликуйте сладкоежки. Если вы не сладкоежка, вам обязательно нужно попробовать сападилу в сочетании с соком лайма. Получается очень необычный вкус. Побольше сладких моментов вам в жизни.